А с нами в прямом эфире политолог Федор Крашениников. Федор, здравствуйте. Да, здравствуйте. Давайте по горячим следам нашего сюжета поговорим. Вот это какая-то новая такая удобная тактика российских властей, и они ее придерживаются? Что за хамство губернатора, на котором, понятное дело, сейчас огромное давление и ответственность, но все-таки какой-то такой странный кризис-менеджмент не находите? Ну, во-первых, я не нахожусь, что он странный. Я, честно сказать, все путинские 25 лет вижу, и даже раньше один и тот же менеджмент. Ничего принципиально нового не происходит. Так сказать, власть привычно хамит людям, хотя, как вот на примере Соловьева, мы видим, что ее одергивают, потому что на самом деле Путина очень беспокоят, что о нем там думают. И вот эти вот эксцессы насчет того, что мыши прогрызли, сами виноваты, это, конечно, скорее какая-то истерика на места. При этом то, что Путин не приехал, это вообще всегда так было. Ни разу не было, чтобы он куда-то приезжал, кроме Курска, поэтому удивляться каждый раз, почему Путин не приехал, я вот уже давно не удивляюсь. Потому что он так всегда действует. Если что-то случается, он не приезжает, он издалека, значит, руководится и всем ждет привет. Потому что он не хочет позировать на фоне беды, на фоне горя. Он предпочитает, чтобы на этом всем фоне выступали совершенно неважные для него люди, то есть какие-то местные власти, министры, которые в случае чего можно сделать крайними и обвинить. То, что не умеют работать с населением такие люди, как Паслер, ну неудивительно, я Паслер не то чтобы знаю лично, но я много лет живу в Свердловской области, и он оттуда выходец. Паслер ведет себя как такой хамоватый, очень богатый человек, которого зачем-то выдернули и не дали пойти в отпуск, и он должен вот с этими какими-то трехкопеечными проблемами разбираться, для которых ему, откровенно говоря, нет никакого дела. За это, я думаю, по башке он получит, потому что такое не прощает. Но сейчас, конечно, все это вспомнило. Вот насчет ваших вопросов, почему кто виноват? Ну, слушайте, во-первых, российская власть, она традиционно-то уменьшает проблему. То есть пока не случилось чего-то страшного, они всем говорят, ну и ничего страшного, все под контролем. Это первое. Второе. Люди за много лет привыкли не верить в власть. То есть даже те, кто там голосуют за Путина, они вот властям не верят, особенно местным. Поэтому если вам сначала говорили, что все в порядке, а потом стали истошно кричать, срочно бросайте все, эвакуируйтесь, то как бы, ну странно, бросить все и побежать. А вдруг они врут в каких-то своих целях? У нас, так сказать, в России люди скромные конспирологии, спасибо Путину и его пропаганде, они во всем видят второй смысл. Отчего это они вдруг, так сказать, вот сначала говорили, что все нормально, дамба крепкая, теперь бегают и кричат спасайся. Федор, ну как это получается, такой дуализм, что ли? За Путина мы голосуем, но властям, по крайней мере, на местах не верим. Чиновника из МЧС, главного чиновника из МЧС, дважды ловим на вранье, но в целом вроде бы все хорошо. Ну, как раз-таки все очень логично, потому что путинская пропаганда, она очень многоуровневая, работает на разных уровнях и не боится себе противоречить. Например, все вот эти вот возмущающиеся датпатриоты, они работают на Путина и на войну. Им абсолютно не интересно ни МЧС, ни интересы местных чиновников. Они в гробу в Италии, они их совершенно спокойно топят, потому что всегда виноваты местные власти, никогда не Путин. Местную власть ее можно хоть каждый год менять, а то и несколько раз в год, ничего не изменится. А Путин всегда не виноват. Поэтому каждый раз радоваться, что какие-то зетпатриоты топят местечковую вот эту вот власть, мэров, губернаторов, каких-то министров, да они никому не нужны. Это все мелочь какая-то. Ими можно пожертвовать и выставить их во все виноватыми дурачками без какого-либо ущерба для Путина. И поэтому все хорошо работает. Путин далеко, Путин в Москве. Путин занимается войной, воюет с Америкой. Ну а на местах вот какие-то, значит, царь хороший, бояре плохие. Тем более какие-то бояре. Это какие-то местные вообще клоуны непонятные. Паслер, шмаслер. Кто все эти люди? Их во многих регионах России своего губернатора люди даже их фамилии-то не знают, потому что они живут во своей какой-то жизни. К сожалению, эта схема, она неплохо работает. Я просто хочу сказать вот какую важную мысль, почему люди не эвакуировались. Женщина ведь там очень правильно сказала в сюжете, что а как эвакуироваться? Ведь мало сказать, давайте все эвакуируемся. А что будет составленным имуществом? Его кто-то будет охранять или как? Потому что если люди, говорят, так быстро собрались и все уехали на несколько дней, и при этом они знают, что идут грабежи, а у человека больше ничего нет. Все, что он нажил за жизнью, у него в этом его жилище. Ему говорят, ой, так, быстренько собирайтесь и уезжайте отсюда. Он говорит, а как же мои вещи? Ему говорят, какие вещи? Давайте быстро. Естественно, люди, так сказать, в изумлении, потому что им предлагают уехать в никуда, бросить все свое добро, за которое никто не собирается отвечать. Поэтому, конечно, это все и насвоилось, и привело вот к этой истории. Недоверие власти, когда она говорит, что все хорошо. Недоверие к власти, когда она говорит, срочно убегайте, все плохо. Недоверие к тому, что она говорит о причинах. И недоверие к ее командам. То есть, когда власть говорит, давайте срочную курьбу, люди не доверяют, потому что они понимают, что, так сказать, чиновники из Казани уехали, они потом с этим жить. Хотя, конечно, я думаю, что компенсацию они все получат. Путин всех завалит опять деньгами. Он это умеет и любит делать. Это просто первые дни. Действительно, похоже, Павел так очень большой и неожиданный. И так часто бывает. Когда что-то случается, первые дни, там много истерики, паники, говорят какие-то глупости. Потом через некоторое время, значит, приходит Путин, ну, условно говоря, виртуальный всем, раздает очень много денег. Все говорят спасибо великому Путину, он нам дал очень много денег. В этом смысле я не вижу, что здесь как-то по-другому все развивались в эти... Ну, это типичная его тактика, сначала дистанцироваться. К тому же, мы же знаем примеры, когда он приезжал. Он был в Крымске при нам однении в 2013 году. Он был и на других бедствиях. Здесь он дистанцируется. И только лишь кремлин Ру, и уста Дмитрия Пескова нам заявляют, что нет-нет, доложено, доложено в курсе, в курсе, следим. Ну, вот как раз приезд его в Крымск, это было исключение. Вот как раз из всех катастроф, которые были за 25 лет путинского управления, и его приезды были большой редкостью. И, возможно, ему не понравилось. Я думаю, что ему просто самому, как человеку, не нравится вот это вот все. А тактика вышедать, она ведь правильная, понимаете? Это то, что губит многих из нас. Так сказать, когда что-то происходит, мы все торопимся дать комментарии, вынести какие-то суждения. Потом оказывается, что все немножко не так. Путин в этом смысле очень осторожный человек. Он все-таки прошел школу спецмужб. И он всегда берет паузу. Он смотрит, что будет. Прошла трагедия, прошел пик. Эмоции спали. Он, так сказать, смотрит, получает реакцию с мест, как на все это среагировали власти, кого люди считают виноватыми. После чего он, так сказать, появляется из-за кулис, и там кого-то награждает, кого-то ругает. Ну и все это выглядели так, что Путин пришел и разобрался. Петр, еще одну вещь мне хотелось бы с вами успеть обсудить до конца нашего эфира. Вот обвиняют жителей, что предупреждали всех. И тут сегодня наглядно показывают, как это можно было делать. Мы в начале нашего эфира это показывали. С громкоговорителем, с обходом территории. Ну, к сожалению, в этом случае уже с оплывом территорий. И один из жителей Оренбургской области. Мне вчера сам жаловался, мы с ним созванивались, что предупреждений на местных сайтах он не видел. А вот громкоговоритель слышал, но уже с третьего этажа своего дома, потому что первые два уже затопило. И вроде бы легко это опровергнуть, именно заявление местных властей, заявление МЧС. Так может быть этот месседж не для пострадавшего региона, а шире всем остальным, остальным регионам. Там все под контролем, это они сами виноваты. Как вы думаете? Ну, именно так и есть. Конечно, месседж идет именно во все другие регионы, что в России все хорошо, все под контролем, все на местах. Ну, просто вот кое-где у нас порой кто-то сам виноват. Местные власти или местные жители. В общем, короче говоря, вы не переживайте, все очень хорошо в стране, а вот они там сами виноваты. То, что местные люди понимают, что они не сами виноваты, это, так сказать, никого не интересует, об этом никто не узнает. Но тут вы учитываете еще какую интересную вещь. Местные власти ведь они тоже живут в условиях жесткого гнета. Если ты поднимешь панику и начнешь эвакуацию, потом ничего не будет, тебе за это бошку оторвут. Чтобы намели панику и там устроили эвакуацию, ничего не было. Или там было, но немножко. Поэтому они до последнего оттягивают принятие неудобных, опасных решений, за которые могут бошку оторвать. А потом, когда уже некуда деваться, они начинают в панике бегать, кричать, срочно все эвакуируемся и так далее. Это то же самое, что было с ковидом, это постоянно повторяется. Путин создал ситуацию, когда любая инициатива на местах карается. Поэтому никто никуда не спешит с экстренными мерами. Все до последнего оттягивают принятие опасных, тревожных решений, ждут команду из Москвы. А потом, когда случается беда, начинают себя подстраховывать и рассказывать, что всех предупреждали, мыши прогрызли и прочая ерунда. Федор, подводя итоги нашей с вами беседы, чуть еще хотел шире поставить вопрос. А как вообще получилось, что проблемы в Белгороде и проблемы в Орске внезапно оказались с единым описанием, с этим месседжем «сами виноваты, сами разбирайтесь как-нибудь, сами от дронов защищайтесь, сами выплывайте из своих домов», мы вас звали раньше. Казалось бы, вообще из разных вселенных проблемы, особенно с Белгородом, который вообще не должно было быть, если бы не путинское вторжение. Но как получилось, что они оказались в единой плоскости в контексте реакции властей? Есть ли в этом некий тревожный симптом? Или пока скорее совпадение? Как вы думаете? Во-первых, я думаю, это совпадение. Во-вторых, я повторюсь, в этом нет ничего нового. Россия в таком режиме живет 25 лет, и поэтому никого это не удивляет на самом деле. Все прекрасно понимают, и я не согласен абсолютно с эмоциональными оценками коллеги Эйтмана, потому что как раз-таки поведение жителей Орска крайне рационально. Если они хотят добиться результата, чтобы им компенсировали их деньги, логично выйти на площадь и обратиться лично к Путину, потому что Путин такого боится и выдаст команду срочно им всем раздать деньги, чтобы они больше так не делали. Поэтому это, к сожалению, рациональное поведение людей, которые 25 лет живут при Путине и понимают, что местная власть это сборище дармоедов и бессмысленных идиотов, что если ты хочешь чего-то добиться, надо обязательно обращаться к Путину и намекать, что если не поможете, мы тут будем буяни на улицах, чего не любит власть. Ну вот, собственно, так все и работает. А то, что чиновники путинские абсолютно непригодны к демократическому процессу и общению с людьми, так с чего бы? Они же не избираются, их назначают, и они население за людей-то не держат. У них начальство в Москве и главный избиратель тоже там. Вот поэтому так все и происходит. Ну так справедливости ради, все-таки, я полагаю, региональный бюджет и не рассчитан на подобные траты. Это я сугубо справедливости ради, не как адвокат дьявола. И получается, их месседж вполне справедлив к Путину. Все-таки федеральный центр будет решать, сколько денег выделять пострадавшим. Конечно. Поэтому бюджет... Собственно, у нас все решают федеральные центры, понимаете? В России нет никого федерализма. В бюджетах местных вообще любую копейку согласуют с Москвой. Поэтому вполне логично, что и люди обращаются к федеральному центру, да и местные власти. Им тоже выгодно, чтобы люди обращались к федеральному центру, потому что они в случае чего скажут, слушайте, у нас и денег нет, вы у нас все забрали, на войну отправили. Мы где должны деньги брать? Вот шлите нам деньги, будем, так сказать, восстанавливать. А то, смотрите, народ-то недоволен, на улицах выходит. Поэтому здесь надо, так сказать, видеть глубинные процессы, которые за этим идут, понимание и людьми, и местными властями, как работает российская вертикаль. Ну а сколько же так можно газлайтить россиян, простите мне, это новое молодежное слово в стиле «сами виноваты» в конце концов? Или это можно тасовать регионы? Вот тут были сами виноваты в Белгороде, теперь сами виноваты в Оренбургской области, теперь мы какой-то другой еще регион возьмем. Как это будет дальше развиваться? Так и будет развиваться. Если где-то что-то плохое происходит, это конкретно в этом регионе, если где-то такое дело у нас порой, вот что-то не так. Вот так это все и будет объясняться. В России все, я уже про это говорил, просто повторю, в их идеологии в России все отлично, все хорошо, все под контролем. А если где-то что-то случается, ну это вот какие-то издержки местных, недостатки местного управления, туда и обращайтесь. А Путин разберется, и виноватых на каждом. Федор, если коротко, поскольку тем более вы знакомы с ситуацией с губернатором Оренбургской области, сменят ли чиновников, ждать ли нам отставок? Их не было ни в Белгородской области, их не было в Москве и Подмосковье после теракта. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира. Ну я не думаю, что в Белгородской области губернатор имеет смысл отправить в отставку, он очень неплохо справляется с точки зрения Путина с своими обязанностями. А по Орску и Оренбургу, посмотрим, что там будет по итогам наводнений. Если население будет недовольным, вполне возможно, что его уберут. Путину никого не жалко, он, так сказать, никого не жалеет. Федор, большое спасибо. У нас в эфире был политолог Федор Крашенинников.